Рядом со мной Мария, представляет клуб знакомства и развития отношений Open Love. Мария, добрый вечер. Здравствуйте. Мария, с какой целью вы сегодня на форуме? С целью привлечения новых участников в наш клуб, как мужчин, так и женщин. Это наша целевая аудитория, предприниматели. Присмотрели кого-нибудь уже здесь? Людей много, особенно мужчины, все в пиджаках, нарядные. Кого присмотрели? Пока что присматриваюсь, хожу, сходила в зал тоже, посмотрела, что там происходит. Скажите, вот у наших зрителей наверняка возникнет вопрос, вообще реально построить отношения, прибегая к вам в клуб, реально там есть женихи на выданье? Смотрите, целью нашего клуба является не просто сведение людей друг с другом, а именно формирование пространства для комфортного общения и знакомства. То есть мы проводим коучинговые сессии каждую субботу, у нас есть свой коуч Ася Райт. Также по следам у нас выступают эксперты в Zoom, чтобы всем было удобно присоединиться. Получается, эксперты с разными темами. То есть это может быть стилист, как одеться на первое свидание, это может быть психолог. Например, сейчас у нас уже сформировано расписание на апрель. У нас запланировано несколько очень крутых мероприятий, например, Love Party. Мы уже проводили такой формат. В формате квартирника собрали 25 человек из нашего клуба, было очень атмосферно, люди ушли с невероятной энергетикой. Это чувствовалось прям вот в воздухе витало. Также у нас будет интересный формат пара по парам. Это вечеринка интерактивная, где люди смогут познакомиться с друг другом в формате каверзных вопросов. То есть, например, как партнер относится к изменам. То есть это те вопросы, которые не всегда можно обсудить в паре. Не всегда это комфортно можно сделать, а в формате игры это вполне интересно. Сколько лет уже клубу и сколько пар совпало за историю клуба? Нам полтора месяца. Да, мы молодой проект, но стремительно развиваемся. Мы очень вкладываемся сейчас в продукт, стараемся набирать людей, которые действительно заинтересованы в знакомстве и в развитии себя через отношения. То есть это наша ценность основная, и мы хотим передавать ее всем нашим участникам. Мария, какие у вас пожелания для наших зрителей, среди них бизнесмены, начинающие и те, кто уже давно в бизнесе? Что вы им пожелаете, как не потеряться в такое непростое время? Я бы, наверное, пожелала, чтобы, несмотря на то, что сейчас действительно кризисный период для бизнеса, для многих людей, чтобы вы не забывали о себе, чтобы вы обращали внимание на своих родных, на свою семью, чтобы вы не забывали развивать спектр отношений. Потому что это важно, и это может влиять на ваш бизнес напрямую. То есть люди к нам, некоторые бизнесмены успешные, они приходят и говорят, вот мне вот определенный этап в моей жизни помогла моя женщина развиться, поддержаться и, как это сказать, и выплыть. Во всем должен быть баланс отношений, работа. Да, я полностью согласна. То есть нельзя уходить в одну область. Лучше стараться держать все в балансе. Всего вам спасибо. Процветание, развитие, совпадение побольше новых пар и успехов. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо, пока.